Это новогодний блог, и он стартует прямо сейчас. Итак, совет дня. Надо сегрегировать мусор. Вот это что за дохлая рыба? Это реально вкусно. Это неправда. Не доверяйте. Саночка супчика. Всем вкусно. Хлам наесться можно за 65-55 гривен. Я не делал этого, я не знаю сколько. Посмотрите, какой гуд встречают. Это шок-контент прямо в центре Варшавы. Эпизод из рождественского фильма. И что ты? Гордые сейчас завидуют тебе. Ну разве не красота? Ага, вот так это происходит все здесь. Вопрос кто ты? Зависит от того, кто ты. И зачем ты сюда хочешь приехать. Спокойный он. Амирон. Амикрон. Ему удалось спрятать в понятное место свою камеру. С2H5OH, известный всем элемент. Куэта Лондон. База НАТО. Там решаются важные геополитические вопросы. С которого видно плохую часть Варшавы. Куэта Нюхтонера. Полиции. Вырубай, вырубай, вырубай. Ну что, новогодние каникулы начинаются с прекраснейшего города Львов, который находится на западе Украины. И в ближайшие 10 дней мы объедем в 5 стран и сделаем такой себе тур по столицам и гастротур. Мы побываем в Варшаве, в Ротславе, Праге, Вене, Будапеште и заедем в Буковель. 5 стран прекрасным образом. Польша, Чехия, Австрия, Будапешт, Австрия, Венгрия и Украина. Да, 5 стран совершенно верно. Начинаем мы свой тур с прекрасного города Львов и с не менее прекрасного отеля Джордж. Классное место. Рекомендую его по цене. Стоит 2000 гривен, что равняется примерно 70 долларам. И это хороший очень выбор, если вы хотите остановиться на одну или на две ночи здесь. Отель Джордж. Вот так вот выглядит. Офигенно винтажный. А, посмотрите, какой лифт. Ну, разве не красота? Итак, мы в Чураско. Расскажу маленький прикол. Здесь есть безлимитное мясо, безлимитная рыба. Прикол в том, что если вы приходите вдвоем, вы можете заказать только два безлимита и только, например, рыбу или только, например, мясо. Если приходит один человек, он может заказать здесь на один сет. Но если вы вдвоем, вы обязаны двое заказывать безлимита. Отдельно ты не можешь заказать безлимит, а она, например, съест просто рыбу. Не безлимитную. Вот такой вот прикол в Чураско. Мы заказали коктейль. Это квас, наверное. Вот это что за дохлая рыба. Сто процентов квас. Попробуем. Ну, квас, в принципе, неплохой. Пойдет. Под мясо, я думаю, пока. Принесли нам наше блюдо, наше явство. Уже кушаем. Поделить впечатление. Рыба реально очень вкусная. Я давно не ела с кумбрио. Центка 9-10. По мясу я сказать, к сожалению, такого не могу. Ну, пусть будет 5 из 10. Картоха бомба. Но мясо такое себе. Итак, две финальные ремарки касательно Чураско. Счет на двоих. В хлам наесться можно за 655 ривен. А на меметед заказывать абсолютно необязательно, потому что мы наелись в ноль. Ну, то есть, этого реально хватает. И самое вкусное, что сегодня было здесь, мы сошлись оба во мнение, это был бычок, комплиментарный к квасу. Да, Катя? Чураско good. Как бы, заходите. Рыба здесь лучше, чем мясо. Центр Львова, площадь рынок. Это самое. Радуша. Зебры ходят. Ну, и народ тусует, несмотря на то, что капает дождь. Здесь где-то, я думаю, плюс 5. Погода мерзкая, но это никогда не испортит Львов и его центр, потому что он прекрасен. Завтрак в гостинице Джордж. Бомба. Ничем не лучше Рейдисон Аблу, в котором я имел возможность недавно совсем завтракать. Ассортимент точно не меньше. Вкус намного лучше. Доброе утро. Пару слов о гостинице Джордж. Находится в самом центре Львова. Стоит доступно. Офигенный винтажный вид. И для вас всегда будет приготовлено место припарковаться. Даже если не будет, люди, которые работают в гостинице, швейцары, да, они позаботятся о том, чтобы вы в течение получаса по-любому стали у самой гостиницы, припарковав свой автомобиль. Это очень удобно. И для Львова это реально проблема, потому что мы до этого жили в отеле, который стоит дороже. И парковаться нам приходилось буквально за 3-4 квартала. То есть вообще неудобно. Также в гостинице Джордж очень классные завтраки. Хорошие завтраки, вкусные. Они входят в стоимость. И это тоже приятно. Сегодня 31 декабря, канун нового года. Мы едем в Варшаву. Будем пересекать границу. Предварительно нам для этого понадобится две прививки, один тест, сделанный не менее чем за 24 часа, но не позднее, чем 72 часа. Страховка, зеленая карта на машину. Ну, понятное дело, этих паспорт права. И в Вейс установленный телефон, чтобы избежать камер. Так что мы стартуем прямо сейчас. Едем забирать распечатанные тесты. Это, кстати, удобно. Мы сделали тест. Выехали из Киева, вспомнили о тесте. Сделали в Жутомире. А заберем результаты уже во Львове. Да, на английском языке. Итак, совет дня. Если вы путешествуете по Украине так же, как и мы, есть заправки ОКО, на которых вы можете найти просто офигенные супы. Это прямо топчик. Я думаю, настолько вкусных супов не ел давно. Друзья, мы уже на территории Польши. Мы преодолели украинско-польскую границу примерно за час. Украинцы ничего нас не спрашивали. Мы спокойно проехали. Машин на украинской границе была только одна и я. На польской границе машин было больше. Польские пограничники. У нас попалось две девушки, пограничницы. Вытрусили из нас просто всю душу. Мы достали абсолютно все сумки. На вопрос, есть ли алкоголь или сигареты, я сказал нет. А потом она нашла бутылку Егермайстера и типа, а это что такое? Я говорю, блин, ну типа, алкоголя это сколько? Я же не ящик везу. Но она начала мне что-то там насыпать на польском. Но я понял, что типа она говорит, что ты соврал, ты должен был сказать, сколько у тебя конкретно. Потом еще начала спрашивать, сколько бензина? И я такой, а рядом чувак стоит и говорит, говори пол бака. Я говорю, пол бака, пол бака бензина. Типа, больше нет. У меня полный бак, мы полностью задулись, конечно же. А когда до часа, то это незаметно. Реально, мы до часа где-то все абсолютно прошли. Кайфово, предновогоднее настроение. Правда, дождик идет. Вот мы едем сейчас прямо по польскому городу. Города сразу, конечно, разительно отличаются от наших украинских. Своим убранством, инфраструктурой, четкой разметкой, красивыми знаками. Короче, тут прямо все реально как будто моют и новое все. В Люблин, может быть, заедем перекусить, попить кофе. Он будет буквально через 40 километров, я думаю, да, там и сделаем остановку. И потом отмечать Новый год с нашим другом Илюхой Кирзаком и его женой Олей. Спидстоп на заправке. 9 злотых. Даже не знаю, сколько это, думаю, доллара 2-3. В общем, я вспомнил, что у нас очень старая машина и у нас есть CD-проигрыватели. Мы не могли не купить Christmas songs. The best of Christmas. Коллекция. Сейчас мы... Я не делал этого, я не знаю, сколько. Воу-воу-воу-воу, диск 1. Это вот так вот, короче, делается вот так. Мне кажется, ты этого не делал ни разу. А я не уверен, что вообще в этой машине кто-то это делал. Ну-ка, 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 сейчас загружается и мы сейчас включим это. Вот это классно. Это новогодний блог и он стартует прямо сейчас. Невероятная машина кирзака и мы собираемся ехать, отмечать Новый год в Польше, в Варшаве. Мы на польском паркинге. Вот с нами наши кирзак и Оленька. Ананас, пуфики, салаты и все, что нужно уже здесь в багажнике. Собираемся ехать, делать этот Новый год просто невероятным прямо здесь и сейчас. Пошла в Горобхату, Новый год, украинский Новый год всех с Новым годом. Happy New Year! Woo! What the hell? Просто, просто везде, просто везде. Класс, класс, класс. 22-22, уже здесь. Доброе утро. Пока мы с кирзаком делаем завтрак и уже полдвенадцатого дня. Я хотел бы привлечь внимание в то, что надо сегрегировать мусор. О-о-о! Смотрите, биоразлагами продукты и отдельно надо держать бонусы, ласты. Украина в большинстве своего такого, конечно, еще не видела. Теплологии еще не дошли. Давайте думать о будущем, ребят. Кому мы оставим эту планету? Да, тем более в 22-м году надо об этом задуматься всерьез. Посмотрите, какой вы встречает. Знакомый человек, между прочим. Если что, вот ссылочка. Класс, эти смотрите тоже. Илья покупает сейчас групповой билет. Ага, вот так это происходит все здесь, в Польше. Сколько билет стоит? 10? 10 долларов. Полтора? 10 баксов на 4, на 2,5. На 2,5. Как далеко от центра мы находимся? Мы находимся от 3 станций или 4. Насколько дорога жизнь в Польше? По отношению к чему? К Украине, конечно. Плюс-минус то же самое, если мы берем Киеву, Варшаву. Что по зарплатам? По зарплатам, смотрите, нормальный технарь, нормальный технарь. Заработает то же самое тут, что заработает в Киеве. Ненормальный технарь, но тут уже вопросик есть. Вопрос, кто ты? Зависит от того, кто ты и зачем ты сюда хочешь приехать. Маску только одеваем, ребята, потому что COVID. Спокойно. Амирон. Амирон. Это одет. Мы находимся сейчас на набережной. Река Висла двигается по течению, впадает в Балтийское море на север по Польше. Совершенно верно. Идет через Гданск. Так, где мы находимся? Это библиотека Народова, ребята. И тут у нас прекрасный вид наверху, огромный сад, с которого видно плохую часть Варшавы, которая называется Прага-Куланс. И тут у нас надписи, как вы видите. На разных языках арабский, вон я вижу греческий. Не, ну это похоже больше на хинди какой-то. Мы уже прошли. Мы уже прошли, там был старославянский С2H5OH, известный всем элемент. Это музыкальная тема. Прекрасно расписанные стены. Мне очень нравится. Почему я говорю шепотом, и там решаются важные геополитические вопросы. Конечно, на выходных тут никто не... Полиция, вырубай, вырубай, вырубай. Во-первых, нам повезло, что мы с вами сейчас на прямом включении, потому что нас почти забрала полиция. Только из-за изобретательности Яро ему удалось спрятать в понятное место свою камеру. И мы все целы. А теперь так, пожалуйста, ракурс мимо меня на город. Старый город Варшавы. В 44-45-е годы был разрушен на Севской Германии и успешно просто по частицам, по камушку, по кирпичику собран в 50-60-е годы. Какой-то Лондон. Слово говоря, мы сейчас в шестолице в Варшаве, и это в ше-елка. И мы будем, наверное, с нашего Евро-тура везде снимать елки во всех столицах, куда мы поедем. Мы посетим 4 столицы. И потом в Киеве снимем финальную. Прикольно. Мне очень понравилась Варшава в центре. Новогодняя, она реально очень европейская. Максимальная рождественскую атмосферу вы можете поймать именно здесь, на самой центральной площади старого города Варшавы и почувствовать рождественский аромат глинтейна в сочетании с рождественскими огоньками и катающимися людьми на катке. И это похоже на эпизод из рождественского фильма. Мы находимся в сердце спортивно-гастрономического центра Варшавы. Именно здесь люди поедают сосиски и катаются на катке. Ты катался? Нет, я не катался, но я видел, как люди катались, как это уже неплохо. Каток милый, ну да, но сейчас напоминает больше бассейн, конечно, для плавания, чем каток. Мы дальше идем покушать вьетнамский суп или пиццу. У-у-у! Айщ! Это шок-контент прямо в центре Варшавы. Здесь растет в клумбах капуста. Катя говорит, что можно здесь ребенка поискать и найти. Историческая ремарка. Сначала прошу посмотреть сюда. Прошу посмотреть сюда и вспомнить фильм Пионист. Милый сковоропение и выкладывание и вода из Кавловска ваша. Я, конечно, там за 16 шт. Так, я прощу Толивик. Гастротур продолжается и мы сидим в Рукколо. Покушали пиццу, поели супчик. Супчик был неплохой, да, ценночка супчика? 7. У меня тоже где-то так, 7-8. Неплохо очень даже. Пицца с сыром не брать здесь не очень. Оценка 4 из 10. Это неправда. Не доверяйте. Как паста? Супер вкусно. Масмерка. Как пицца? 7,5. Опа-па-па-па-па. Эй, афробит, афробит. Это тяжело, с ноги болит. Скажи. Ой, музыка. Ой, 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 ой. И что ты? Арагордии сейчас завидуют тебе. Мы начинаем наше утро заключительное в Варшаве и мы едем сегодня во Вроудслав. Мы готовы, мы очень благодарны нашим друзьям-керзакам за гостеприимство. Классно, тут спится так. Спится офигенно, я дома так не засыпаюсь. А что это так? Афигенный косин. Это сбор. Али! Ууу! Керзак отжигает под видео, под видео урок Gym Dance Challenge. Класс! Как тебе, бро? Как тебе? Да, чувак, это движение реально хорошее. Супер, спасибо. На трассах в Польше установлены везде с заправками Макдональдса. Как тебе, Катя? Ты уже Рэп вкусила? Как Макдональдс. Сейчас я попробую вот эту штуку. Это реально вкусно. Хотя соусов вообще почти нет. У нас в Украине кладут нормально. Салатик тоже ничего, да? Соли чуть-чуть не кладут. Польский мак на трассе вкуснее, чем украинский. Реально вкусный. И сильно вкуснее, чем барселонский. В Барселоне мак был такой себе вообще. Вообще фастфуд не очень. Так что если вы едете, путешествуете по Польше, вы обязательно увидите мак на дороге. Заезжайте, здесь вкусно. Короче, прикольно заправились в Польше. Можно вставить один пистолет. Сначала я ставил 95-й, залил 40 литров 95-го, а потом добавил 98-го, залил еще 15 литров 98-го. И на кассе спокойно, вот, 300 злотых мне пробили. Класс. И отел. 63 доллара. 65 евро. И даже есть утюг. Короче, прикольный отель. Вот такие красивые движухи. Но воскресенье сегодня почти все закрыто. Все вот эти будочки, лентвейны, вообще ничего не работают. Тем не менее, людей очень много. Очень странно. Вот они, настоящие пироги. Местные, настоящая польская движуха. Должна быть очень вкусная. Время поставить оценку этому заведению. 9 из 10. 8. 8 это хорошая цена. Пироги топ. Все равно интересный памятник. Прямо в центре города. Такое вот интересное есть местечко. Доброе утро, Q-отел. Здесь, вот здесь такой крутой завтрак. Есть просто все. Я такого еще разнообразия большого. Крутого не видел. Продолжается там. Будем изучать сегодня Вроцлав и едем вправо. Здесь сегодня нету кирзака с нами. Мы уже остались одни. Поэтому вещать придется мне. Вроцлав. Это город Западной Германии. Находится на реке Оддер. Славится своей архитектурой. Готическими всякими движухами. И рыночной площади, куда мы, собственно говоря, идем. Ну, а если убрать эти все банальные факты, то можно сразу сказать, что Вроцлав намного приятнее, чем Варшава. И если у вас будет возможность заехать сюда, обязательно это сделать. Вот один из готических соборов местных. Очень красивый. Ну, и здесь архитектура прямо везде, ну, кайфовая. Здесь ходишь, как будто в сказке. Мы пришли к реке. Река, как известно, в каждом большом городе является символом этого города. Но, думаю, если речь о Вроцлаве, то река не является символом. Вот так выглядит это все. Не очень красиво, но я думаю, они работают над этим. Ветер, конечно, сильный. Вот по машинам можно, кстати, заметить уровень Польши. Очень богатый средний класс. Ну, вот так вот я бы охарактеризовал. То есть количество зажиточных феодалов меньше, чем Украина. Варше вот таких вы увидите совсем немного. Очень много реально среднего класса. Народ пусуется. Хотим ответить странное явление, что центр города 3 января. Но разбирают все, и мы видим, что уже нет никаких новогодних и рождественских декораций. Их сворачивают. А это достаточно странно для нас, поскольку у нас в Украине все только начинается и стоит до марта. Так, пока мы едем из Вроцлава в Прагу, из Польши в Чехию, можно осветить несколько моментов, которыми хотелось бы поделиться. Польша зимой довольно теплая, но, говорят, нам повезло. Было и в Варшаве, и во Вроцлаве плюс 10-12 стабильно. Еда везде вкусная. Класс. Ну, то есть после Украины ты не чувствуешь, что тебе здесь невкусно. Очень красиво, культурно, но действительно скучно. Да, реально скучновато. Это, конечно, не Украина. Это не Киев. Тусовки меньше прям в разы. Но это чувствуется и во Вроцлаве мы почувствовали, что просто можно погулять, посмотреть, там, пофоткаться. Но на этом на самом деле все. Мы решили поехать не по платной дороге по двум причинам. Во-первых, она по километражу ближе. Но прикол в том, что здесь не поедешь 120-150. Здесь средняя скорость 90-100-110. Но здесь, помимо того, что тебе не надо покупать виньетку, то есть платить за дорогу, здесь есть ряд определенных преимуществ. Ну, например, виды. Вот вы можете сейчас видеть, какие виды открываются во время нашей поездки. Очень-очень живописно. Во-вторых, здесь куча всяких музеев, маленьких городов, в которые вы проезжаете. Дороги офигенные. Я советую вам ехать не по магистралям, а по проселочным. Ну, это в нашем понимании не проселочные дороги. В нашем понимании как раз-таки это нормальные, классные, полноценные дороги. Просто здесь не автобан. Но здесь одна полоса в одну сторону, вторая в другую. И народ не обгоняет друг друга. Едут все вместе с фурами. Едут стабильно. Ограничение 90. Все едут там 90-100. И это как бы прикольно, потому что ты понимаешь, почему здесь нету такого количества ДТП, как у нас. Едем дальше. На очереди Чехия и Прага с ее невероятными карловыми мостами и вкусными чешскими ватрушками. Увидимся, услышимся совсем скоро. У нас такая получилась смешная ситуация. Мы только заезжаем в Чехию и за нами начинает ехать полицейская машина. Она сначала ехала навстречу, а потом развернулась. Я сразу понял, что она едет за нами. Она ехала, наверное, километров пять просто за нами. Немножко нас прижала к ободе.